Возможности России, даже разрушенные, полуразрушенные, лежащие чуть ли не на боку, колоссальные. Колоссальные, только мешают капитализм. Источники, нет, капитализм тоже разные бывают. Вот источники, они в триллионах рублях, на сегодня, каждый год на сегодня. Первое, это амортизация. Вот та амортизация, которую капиталисты должны делать, у нас стоимость основных фондов, на 3 января, 170 триллионов рублей. Есть нормы амортизации, утвержденные правительством. Они, правда, не обязательны, но, скажем, если капиталисты соблюдали хотя бы эти нормы амортизации, то как минимум бы несколько триллионов, ну, десятков триллионов рублей откладывали в этот амортизационный фонд. Это их обязанность. Чтобы через некоторое время, когда эти станки, которые были раньше закуплены, выявили из строя в силу износа, физического, морального износа, они за счет этого амортизационного накопленного фонда, за счет десятков триллионов рублей, купят новые станки. Если пока пускай, вопрос где, это второй. Что делают наши родные, в кавычках, капиталисты с этими амортизациями? Вот отправляют туда, в авшор. Это первая причина. Первая причина того, что разрушается, так, и где источник. Второе. Вообще, элементарным чей вещью, мы читаем капитал, там есть вещь, которая на поверхности лежит, да? Источник такой. Что такое накопление? Мы еще не дошли до него, но дойдем. Это капитализация прибавочной стоимости. Или иначе говоря. Капиталист, часть прибавочной стоимости, которую он получает, да, за счет высасывания труда наемовской рабочих, ну, пускай часть должен проесть. Ему нужны яхты, ему очень хорошо питаться, нужны дворцы в разных странах. Но часть он должен отправить на расширение капитала, на покупку новых средств производства и рабочие силы. Вот некоторые говорят, капиталистов нет, у нас прибыли. А я приведу один очень простой пример. Значит, у нас начался кризис, да, в каком году? В 2014 году. Да. В 2014 году. А, как девят он и должен? Нет, это новый, так сказать, итог связан с нюансом, с санкцией и так далее. Значит, производство стало падать. Откройте статистический сборник. Вы видите, вот они вот эти вот цифры, да, графики падают. Что произошло с зарплатой, рабочих и так далее, реальной зарплатой, она тоже стала падать. Ну, понятно, если кризис в стране, падает производство, что происходит с зарплатой, она падает. А вот вопрос всем, а что произошло с прибылью наших родных, в кавычках, капиталистов? Они из года в год, но удивленно, росли. Рошли. Начинать, 14-й, 15-й больше, чем за 14-й, 16-й, чем за 14-й, и 17-й будет больше. Если не ошибаюсь, прошло, что было бы 12 триллионов рублей. И вот вопрос, куда их идти? Ну, ладно, часть можно, опять повторяю, святое дело, они должны проездить, купить себе яхты, самолеты и так далее, но другую часть должны отправить на производство. Какую? Есть элементарные понятия экономические, нормы накопления. Так вот, страны, которые отстают и хотят догнать, более передовые, должны иметь повышенную норму накопления. Ну, чтобы нам догнать, 50%, у нас на 20-ти нет. То есть, все опять уходит вот туда. Это называется шутер. Это второй источник. Третий источник. Я вот вчера раскричатал, ну, у нас с некоторым запознанием, Росстат действует не сразу, на следующий день. Вот уже начали публиковать данные по 17-му году. Есть так называемый, да, экспорт-импорт. Мы туда товары покупаем. На протяжении 25-ти лет в России наблюдается положительная стадия торгового баланса. Как расшифровывается это хитрое и мудренное слово? То есть продаем больше, чем покупаем. И сумма от 100 миллиардов долларов до 250 миллиардов долларов. Половительный сайт. Помножьте на курс 56 или 57 сегодня сколько получается? Это триллионы рублей. Вот каждый год, капиталистическая наша Россия получает эти колоссальные деньги. Никуда не идут. Ну, предположим, купят то, что здесь не производят, деваться некуда, да? Оставят там, на счетах в американские банки купят, американские ценные бумаги, частично разворуют и все это вот как песок сквозь пальцу ходит. Это уже не триллионы, это десятки, сотни триллионов рублей за это время. То есть внутренние источники нашей буржуазной России колоссальные. И мы понимаем, за счет чего они образуются. За счет того, что трудом, так сказать, советских людей был строен колоссальный запад. И даже они до сих пор не могут его уничтожить, до сих пор на них работают. То есть внутренние источники колоссальные. Другое дело, что та правящая верхушка, тут класс. Вы думаете, будет какая-то другая правящая? Я считаю, что любая правящая верхушка в Россию будет ввести именно такую политику. Но не инвестиции, мы же это объясняем. Я надеюсь, я ответил, но влечить будут. Что касается инвестиций зарубежных, планета ввоз капитала не является главным. Какую-то роль сыграет. Ну, прекрасно сказали все его и вы, что это будет отверточное производство и прочее. Но это опять повторяю, в его случае вывоз капитала, это что? Один из элементов ограбления империалистических хищников. То есть тратовать за иностранные инвестиции, тратовать за ограбление России. Ну, ну, так одна сторона даже.